Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал ОМАРКЕТС, оставлять вопросы в секции с комментариями, например, по тому активу, который выпадает из обзора, но очень вас интересует. Друзья, я открыт к предложениям, и если вам интересно мое мнение по какому-то дуэту рынка Форекса, то есть валютной пары, либо какого-то инструмента фондового рынка, пишите об этом, обязательно поделюсь своей точкой зрения и выскажу свое мнение. И, конечно же, друзья, не забывайте ставить лайки. Еще один насыщенный день позади, мы следили за динамикой доллара. Доллар явно радует тех, кто ставит на его дальнейшее снижение, соответственно, радует нас, потому что мы американскую валюту продаем уже очень и очень давно. И я был почти уверен, что в ходе вчерашнего дня мы сможем по индексу доллара добраться до того долгосрочного целевого ориентира, который мы взяли за основу больше месяца назад. Это значение 92 пункта. Но вот не дотянули мы до него. Минимум составил 92.10 еще не вечер, друзья, потому что сегодня у нас на повестке есть мощный катализатор, фундаментальный, конечно же, это протоколы последнего заседания американского регулятора. В целом по доллару новостная картина остается абсолютно той же. То есть здесь не нужно мудрить, не нужно искать причин, по которым индекс доллара можно было бы сейчас покупать. Фундаментальных причин точно нету. И, как показывает общение с коллегами, с ведущими, скажем, в техническом анализе, нету серьезных предпосылок, да и вообще каких-то стоящих в плане технической поддержки. То есть ставка только одна на снижение, друзья. Что касается фундамента, повторюсь, есть несколько факторов, из-за которых нужно сторониться длинных позиций по долгу. Сейчас это снижение доходности американского рынка долга, казначейских облигаций, это нахождение американской экономики в фискальном тупике. Это слабая статистика. Подавляющим образом релизы, которые мы разбираем в последние недели, явно свидетельствуют о том, что американская экономика буксует. Есть, конечно же, отдельные прорывы, например, как вчерашний отчет по закладке новых фундаментов, строительства новых домов. Позитив, ну хоть какой-то проблеск надежды, друзья, но в целом позиционную картину того, что американская экономика продолжает стагнирует, этот релиз не меняет. Опять же, мы остро с вами давно уже поставили вопрос о том, что когда же эти фискальные стимулы будут согласованы. И то, что их обсуждают, то, что они нужны, это еще раз доказывает то, что американская экономика уже подсела на вот эту бесплатную ликвидность, без которой, в принципе, сейчас справиться уже не может. Очень интересную статью я вчера прочитал по поводу негативного воздействия простоя по фондам помощи, то есть, скажем так, приостановка действия программы фискальных стимулов, в результате которой безработные получали повышенные пособия по безработице. Сейчас американской экономике обходится примерно в 0,5% ВВП в месяц, для доллара это минус 1%. И если мы наложим негативное влияние то, что происходило, в принципе, с тем же самым долларом, с того момента, когда истек период действия прошлой программы фонда финансовой помощи, скажем, здесь пазл сложится. Действительно, американская экономика после этого, точнее, американский доллар после этого ушел в затяжное нисходящее пике. И здесь самое интересное, друзья, то, что как только Конгресс США и правительство найдут общий язык, все-таки согласуют вот этот фонд новой поддержки на пусть 1 триллион, 1,5 триллиона долларов, я думаю, что ситуация не изменится, потому что сразу же после этого мы переключим наше внимание на то, как американская экономика впоследствии будет работать с возросшими рисками инфляции. Сегодня, повторюсь, протоколы важны. Почему? Потому что мы можем получить намеки, сигналы о готовности регулятора к дополнительным мерам экономического осмягчения. Это все хорошо. Но я прям очень жду комментариев о том, что КФРС сообщит о своей готовности работать с более повышенным показателем инфляции, то есть выйдет из ранее установленного целевого коридора. Это и будет доказательством того, что американский регулятор прекрасно понимает, что те инъекции ликвидности, которые были сделаны в экономику, они точно приведут к росту инфляции и девальвации американского доллара. Также в конце этого месяца еще традиционная конференция ежегодная в Джексон Холле. Это уже, разумеется, комментарии будут на следующих брифингах. Но я допускаю то, что на конференции также могут быть сделаны какие-то острые заявления, значимые и определяющие для дальнейшей динамики доллара. Сейчас предлагаю еще раз вспомнить прогнозы Банков Америка. Опрошенные, опять же, эксперты дали единогласную оценку о том, что давление на доллар сохранится. Я разделяю эту точку зрения и совет, друзья, пока что придерживаться коротких позиций. Как действуем по риску? Все без изменений тоже. Европейская валюта вверх, 1,1930 сейчас котировки, двухлетние максимумы. Пока до цели мы не добрались, она на уровне 1,20. Серьезная цель. Сегодня выйдут данные по инфляции. Вообще сегодня день инфляции. У нас индекс потребительских цен в Англии и в США. Но эта статистика не повлияет, уверен, на валюту, потому что, опять же, как и днем ранней, как недели, для этих инструментов двигающая сила только одна. Это доллар. По фунту, друзья, я всех поздравляю. Сегодня мы сделали нашу цель. Мы достигли отметки 1,3250. Локальный максимум вчерашнего дня 1,3263. То есть можно выдохнуть, успокоиться и сфокусировать свое внимание сейчас только, пока что преимущественно, на европейской валюте, где мы по-прежнему ждем добоя наших целевых ориентиров. Американский фондовый рынок, можно сказать, уже обновил исторический максимум. Хай, опять же, в терминалах мы можем увидеть 3396 пунктов. Сейчас котировки 3993 пункта. Как я и говорил, друзья, здесь только одна дорога вверх. Тем более, что мы ждем, опять же, новые меры экономического стимулирования. Они будут новым триггером роста для американской фондовой секции. Поэтому думаю, что рост еще продолжится. Особенно при такой поддержке технологического сектора. Посмотрите, как активно растут акции Adop, Google, Alphabet и так далее. Биткоин чуть-чуть откатил, но не расстраивайтесь, друзья. Здесь тоже тренд восходящий. 12500 мы еще сделаем. Я думаю, что в самое ближайшее время. И что касается еще двух инструментов. Это золото. Вчера мы видели этот актив выше 2000 долларов за тройскую унцию. Чуть-чуть откатили. Здесь сейчас 1992 доллара за унцию дают, но цели остаются прежними. Это движение в район прежних максимумов выше 2050 долларов. И о причинах мы также уже не раз говорили. И что касается рынка нефти. Как приклеенный бренд в районе 45 долларов топчется. Сегодня заседание ОПЕК, встреча министерского комитета. И опять же уже четкая конкретика о том, насколько было в прошлом месяце выполнено соглашение ОПЕК+. И еще также данные по запасам нефти в 17.30 по Москве. Если руководствоваться практикой последнего отчета ОПИ, то запасы могут снизиться, друзья. Но пока что опять же в рынок нефти я рекомендую не лезть, опять же насыщенный фон. Завтра мы уже разберем подробнее итоги встречи ОПЕК и статистику. Я думаю, что будет какая-то рекомендация о непосредственно торговой активности. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.